Здравствуйте! Это новости Дагестана на ННТ, студии Махач Курбанов и короткий анонс. Они тоже участники дорожного движения. В последних сводках ДТП фигурируют велосипедисты, скутеры и самокаты, нарушающие правила на дорогах. Об этом подробнее через минуту. Низкокалорийно и наиболее полезно в свежем виде. В Дербенском районе фермеры собирают 500 килограмм клубники с гектаром. Сколько человек занимаются сбором и когда завершится сезон, узнаем скоро. Рассчитывают быть в тройке лучших. Дагестанские тхаквандисты на первенстве России в Белгороде. Об этом в спортивном блоке. В результате ДТП в Кизляре пострадал ребенок. 71-летний местный житель, управляя автомашиной Honda Civic, совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги. 8-летний мальчик с различными травмами доставлен в местную больницу. Водитель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Докатились до штрафов. Водители средств индивидуальной мобильности с наступлением теплого сезона чаще стали нарушать правила дорожного движения. Скутерами управляют водители без шлемов, а самокатами несовершеннолетние. По этой причине руководство МВД по республике организовало выездной рейд. Подробнее в сюжете моих коллег. Бум кикшеринга с начала туристического сезона в Махачкале. Вот несовершеннолетний со своей маленькой сестрой. На скорости свыше 20 км в час едут по проезжей части. Создают аварийные ситуации на дороге, но главное подвергают свои юные жизни серьезной опасности. Родители не в курсе, признается мальчик, просит не показывать лица и обещает не повторять подобные трюкачества. Госавтоинспекция обращается ко всем гражданам, чтобы не отпускали своих детей и не оставляли без присмотра, для того, чтобы они не нарушали правила дорожного движения. Объясняли всю опасность, которая может их ждать на дороге при управлении такими самокатами. Если же вы захотите взять в аренду самокат, то вы считаетесь пешеходом, поясняют в ГИБДД. Выезжать на проезжую часть запрещено, кататься можно по велодорожкам и тротуарам. Однако многие граждане, решившие впервые прокатиться на таком транспорте, не знают правил дорожного движения. Он там с семья, с тремя детьми решил попробовать, дочка говорит, давай посмотрим, что такое. А ПДД не знаю, знаю, что сейчас идет ситуация, в России практикуется, что у нас самокат часто сбивают детей. И на фоне этого сейчас хотят вынести, насколько я знаю, что они приняли, не приняли с госдуми, рассматриваются, куда закон. Это ситуация, это жизнь. Все в жизни не предвидено. Что на самокате, что на машине, что пешком сейчас будет дитя, машина сбьет. Это ситуация, это жизнь. Вы жить будете аккуратно ездить, наверное. Безусловно. А этих ребят задержали за то, что рассекали не по проезжей части, а по тротуару. К тому же были без шлемов и не имели прав категории М. В городе можно кататься везде. Я взял его, а кататься, прокатиться. Вообще нужна ли специальная экипировка, на твой взгляд? Специальная экипировка не нужна. Почему ты без шлемов? Ну, потому что там по правилам ПДД я читал, мне сотрудник сказал, что там написано, я прочитал перед ним, там не было написано ничего такого про шлем, про экипировку. Потому что она едет максимум 60 км в час, и то не факт. В ходе этого рейда был обнаружен сомнительный пункт проката скутеров. По внешнему виду от мопедов тут только название. Разбитые фары, неработающие указатели поворота, поврежденные корпуса. А ведь все это может стать причиной серьезных аварий. К тому же, как оказалось, арендодатели не проводят идентификацию желающих покататься по паспорту. По улице Гамзатова выявлен один из таких пунктов проката, где скутера даются на прокат, несмотря на то, что у них имеется ли водительское удостоверение категории М, лица совершеннолетние или нет, в каком состоянии они находятся, в нетрезвом состоянии, наркотического опьянения или другом каком-либо состоянии. Не проверяется дееспособность этих лиц, которые берут на прокат эти скутера. Соответствующие органы разберутся в законном деятельности этих лиц, на каком праве осуществляется данный вид деятельности. И в отношении тех лиц, которые организовали этот пункт проката, будут соответствующие меры приняты. Правовую оценку дадут уже компетентные органы. Всего было выявлено 12 нарушителей и составлено столько же административных протоколов. Весь личный состав Дорожной инспекции ежедневно планирует проводить выездные рейды, чтобы сократить количество аварий. Ларьяна Шимхалаева, Магомед Магомедов, телеканал ННТ Махачкала. К другим темам. Сын экс-спикера Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидова задержан на двое суток. Об этом сообщает издание «Молодежь Дагестана». По информации, следствие намерено ходатайствовать в суд об избрании меры пресечения Данияу Шихсаидову в виде ареста. Ранее следком возбудил уголовное дело в отношении Шихсаидова-младшего по факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести. Он подозревается в избиении депутата парламента Айнудина Зиявуддинова. Напомним, что инцидент произошел 1 июня на центральной площади Махачкалы. Долги населения Дагестана за электроэнергию достигли почти 7 миллиардов рублей. За период исполнения филиалом Дагенерго функции гарант-поставщика прирост долгов составил 400 миллионов рублей. Для улучшения платежной дисциплины специалисты компании регулярно проводят информационно-разъяснительную работу. К особо злостным неплательщикам вынуждены применять процедуру ограничения энергоснабжения и взыскания долгов через суд. В Каспийске ужесточен масочный режим. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 30 тысяч рублей, сообщает Каспий Меди. Руководством города принято такое решение в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по COVID-19. По словам врачей, инфекционистов после майских праздников наблюдался резкий прирост почти в 34% пациентов с коронавирусом и вне больничными пневмониями. По этой причине участковые городского отдела полиции ведут профилактические мероприятия на предмет соблюдения масочного режима в транспорте, местах религиозного культа, торговых точках и общественных территорий. Много случаев заражения у нас происходит из-за того, что какие-то массовые мероприятия в закрытых помещениях. Не соблюдается дистанция, неправильное ношение масок, вообще отсутствие масок. Хотелось бы обратиться к нашим жителям, соблюдать дистанцию, носить маски правильно, закрывая и нос, и подбородок. В Дагестане продолжается массовый сбор клубники. В хозяйствах Дербинского района уже идет второй сбор. Но в этом году, говорят фермеры, урожаем плантация радует. Более 500 килограмм с гектаром. Тему продолжит Патимат Ханапова. Сезон только начинается, но внимание уже пристальное. Глаз до глаз нужен не за теми, кто работает в поле, а за самим урожаем. У каждого сборщика должно быть очень острое зрение, чтобы не просмотреть ни одной ягодки. Вот так ящик за ящиком набирается многотонный урожай. Хорошо, что здесь такая работа есть для наших девушек, женщин. Не надо никуда уехать, свою семью бросать. Здесь работаем. За эту работу нам платят каждый день. Дают клубнику, домой нести для детей. Азиза Джоли на 12 гектар краснеют множество сортов клубники. А ранее на местах плантации здесь были непаханные десятилетиями земли. Возродить их решил местный житель, меценат Тигран Абдулгамидов. Сам провел на несколько километров свет, провел воду. И самое главное, слышим голоса, довольные, радостные голоса местного населения, которым есть куда идти недалеко от своего дома, зарабатывать, кормить свои семьи. В сборе клубники здесь задействовано около 50 человек. Все они жители села Рукелета. Хозяйство способствует не только развитию аграрного сектора, но и создает рабочие места. Своевременная оплата. Каждый день получают деньги. Мы довольны и они довольны. Каждый вечер клубнику тоже забирают домой. Сезон здесь, уверяют фермеры, продлится до наступления холодов. В дальнейшем хозяйство намерено увеличить площади. Затем выйти на крупные торговые сети. Планы большие. Поддержать в начинаниях местных фермеров обещает и Минсельхоз. Патиман Ханапова, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Дербенский район. 30 дагестанских тхэквондистов вступают в борьбу за золото на первенстве России среди юношей. Турнир стартовал сегодня в Белгороде. Команду под руководством старшего тренера Абдул-Азиза Магомедова представляет 30 спортсменов. Это юноши и девочки 12-14 лет. Первенству страны предшествовали учебно-тренировочные сборы, проходившие на базе в Махачкале на берегу Каспийского моря. По словам наставников, в Белгороде тхэквондисты рассчитывают быть в тройке лучших. Всего в национальном первенстве участвует около 800 спортсменов из 60 регионов страны. Итоги будут подведены 15 июня. Это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь. Смотрите нас и на сайте nnttv.ru. Всего доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!